всем здарова сегодня на обзоре беспроводные закрытые наушники блю идио или блюдио или т6 с активным шумоподавлением модель это не новая вроде бы 2018 года цена на эти наушники до 2000 рублей есть немного разные версии все ссылки оставлю в описании под этим видео многие обзорщики эти наушники хвалили мы естественно на них посмотрим откроем пощупаем послушаем я их буду сравнивать с басовитыми ушами от razer проводными белыми сяоми очень хорошие уши от blitzwolf ну еще одни черные bluetooth наушники от сяоми и так в коробке пластиковая прозрачная маска естественно сами наушники ухты они прям какая-то коробочка инструкция которая вообще никому никогда не интересно наушников уж точно в коробке находится тряпочный чехол очки протирать вообще отличная ткань и кабель usb type-c для зарядки этих наушников вы знаете на первый взгляд по первым так сказать ощущениям наушники производят впечатление качественной вещи но что обращаешь внимание вот это все это алюминий холодный причем регулировка по вылету это час маска что смазать не забыли вот смотрите сами по внешнему виду а микрофон то я забыл подключить сто тысяч извинений за качество звука в первой половине видео так вот смотрите внешне они на самом деле выглядят очень неплохо приятный кожзам такой есть небольшой диапазон наклона чтобы они сели четко по голове какая-то надпись турбин турбин чтобы это значило ну возможно они хорошо подходят людям с турбинами на голове может быть и так почему бы и нет из органов управления здесь кнопка включения выключения на же сопряжение с со смартфоном но любым bluetooth устройством дали с компьютером кнопка шумоподавления и разъем usb type-c с микрофоном type-c в этих наушниках для того чтобы их можно было зарядить и подключить через провод чтобы они были проводными но такого провода в этой коробке нет и его явно зажали и продают его отдельно примерно за 500 рублей но мы попробуем осуществить это и через обычный переходник от мобилы попробую вот такой вот не оригинальный переходник не прокатил короче лайфхак походу нужен именно оригинальный провод потому что как и говорили уже люди при использовании вот такого переходника звук только из одного наушника ох китайцы получается надо покупать еще и оригинальный провод кто хочет эти наушники иметь как проводные у меня версия обновленная bluetooth тут 50 то есть самый современный эти наушники стоят по моему 1800 но есть и точно такие же за полторы тысячи правда с версии bluetooth 4.2 что в принципе тоже неплохо на наушниках всего две кнопки кнопка включения и шумодав больше других кнопок нет ни регулировки громкости не переключения треков то есть эти наушники полностью заточены под управление смартфоном ну или умными смарт-часами возможно для кого-то это критично для меня это не критично я этими кнопками переключения треков там и громкости именно на наушниках пользуюсь крайне редко мне главное звук и автономность приятный внешний вид и на голове и на голове ощущаются тоже очень комфортно я вам хочу сказать что я и ходил и и все внешний мир практически уже не слышно на самом деле очень хорошо они защищают от внешних звуков и без какого-то шумоподавления шумоподавления тоже сейчас проверю пробуем подключить их по bluetooth вот они бле 6 1946 года выпуска ну уже как бы возрастной наушники блин какой-то особенный пароль что ли нафига тут вообще пароль так не нужна инструкция сейчас по ходу пригодится русский язык есть фэнтези вообще про пароль тут вообще ничего не написано все-таки эта инструкция оказалась не бесполезной и здесь они говорят нажмите именно на t6 помните колонка а трон смартфон такое же название почему здесь два устройства фиг его знает так и попробуем поговорить как раз алло привет как меня слышно ничего ничего хорошо не как раз новые наушники с микрофончиком ну ты как наш чуть-чуть как не пропадаешь а вот разговариваешь разговариваешь потом раз как будто фон в туалете как вот голос чуть чуть нет голос как чуть меняется говоришь нормально нормально потом раз меняется фоном из туалета вообще шикарно может быть связь просто такая так наушниками с эффектом фона из туалета но теперь что касается звучание давайте я за секунду послушаю несколько треков сравню их с другими ушами и выскажу вам свое мнение так вот ребята сложилось определенное мнение наушники от xiaomi что белые что вот эти черные эти проводные эти беспроводные так и осталось у них практически отсутствует бас и очень мало но зато средние и высокие действительно чистые рейзеры вот эти во первых посмотрите во что превратились когда-то охрененно дорогие наушники это довольно быстро случилось на самом деле у них очень серьезный бас но зато нету середины нет верхов все очень глухо вот эти blitzwolf овский наушники до сих пор я ими пользуюсь уже по моему ровно год прошел до чуть больше уже год и месяц по моему конкретно этими наушниками я очень доволен они могут быть и проводные и беспроводные они и качают и вверх и средний и за свои деньги это просто топ что касается этих наушников они выглядят приятнее всех на самом деле особенно слова турбин и это самые удобные наушники для головы для для ушей для ух из плюсов неплохой бас чуть-чуть глуховатый верха и середина в целом неплохо но самый большой минус для меня они тихие как тихие они берегут уши если вот в этих blitzwolf ах можно навалить то здесь навалить не получится то есть громкость будет максимально для того чтобы уши не заболели вывод какой можно сделать bluetooth наушники за полторы тысячи рублей за 1600 в принципе неплохие удобные не очень тяжелые вес такой средненький я бы сказал они нелегкие ну как бы нормальный но не могу сказать что это какой-то топ если выбирать между этими и вот этими красными я выбрал бы красный от blitzwolf но смотрите у этих вид как бы вот корзам корзам везде корзам турбин но эти наушники сплошной глянец но зато у них звук они увидите заляпываются но зато звук у них реально выигрышный они по звуку выигрывают я вот их за компьютером использую именно эти наушники на одном заряде у меня проработали примерно 17 часов на громкости около 50 60 процентов но потом наступила ночь но и пришлось их просто естественно выключить и лечь спать то есть аккумулятора тут хватает прям надолго на производитель вообще заявляет около 30 часов непрерывной музыки правда непонятно на какой громкости ну допустим на середине вот такие вот прикольные наушники от компании блю или блю эйдио или блю дио но у меня на сегодня все друзья всем добра скоро увидимся и пока пока